В Центральной избирательной комиссии работают криминалисты. Они проверяют подписные листы в поддержку партий. Чтобы зарегистрировать в списке своих кандидатов, пять политических объединений, которые изъявили желание баллотироваться в Госсовет Чувашии, должны предоставить под 4606 подписей сторонников, половину из которых можно было собрать с помощью портала Госуслуг. Парламентские партии, Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия, КПРФ и партия пенсионеров не должны предоставлять подписи в свою поддержку. Сегодня списки четырех зарегистрировали. Из списка представленного партией пенсионеров из Справедливой России за правду избирательная комиссия исключила несколько претендентов. Они не предоставили сведения о судимости, но списки все равно были зарегистрированы только без этих фамилий. Также стали кандидатами в депутаты 69 человек из списка Единой России. Все документы приняты в соответствии с законом и вообще нет нарушений и замечаний со стороны Центральной избирательной комиссии. Наши кандидаты подготовились серьезно и мы говорим, что самое главное, чтобы выборы проходили безопасно, честно, легитимно и прозрачно. В итоге сейчас зарегистрированы списки всех пяти партий, не собиравших подписи. Решение о регистрации списков других пяти Сыгчеваши примет после проверки подписных листов. Сегодня же удостоверение о регистрации кандидатами в депутаты Госдумы 8-го созыва получили члены партии «Справедливая Россия» действующие депутаты Российского парламента Анатолий Аксаков и Игорь Маляков. Настрой самые активные, рабочие. Встречаемся с избирателями, очень много пожеланий, предложений. И я обогащаюсь в ходе этих встреч. Я и раньше очень много общался, но в ходе избирательного процесса прямо идут наказы. Мы рады тому, что большое количество политических сил выдвинулось. И в рамках закона мы надеемся на честную и чистую борьбу. Также сегодня, в последний день подачи документов, заявление на регистрацию предоставила вице-премьер правительства Алла Салаева. Она баллотируется по Чебоксарскому одномандатному избирательному округу номер 38. В ближайшие дни Центр избирком проверит документы и примет решение о регистрации.